Такие встречи в формате открытого диалога между дольщиками и краевой властью уже стали традиционными. Только так, по мнению главы региона, можно держать ситуацию с долевым строительством в крае на контроле. Те, кто остался без обещанных квадратных метров, приходят на встречу уже с подготовленными вопросами. Жилой комплекс «Алтайский» в Краснодаре должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016-м, но многоэтажки так и не довели до ума. Застройщики меняются, только это пока не приносит никакого результата. В этом вопросе позиция губернатора однозначно. Прежде чем брать на себя обязательства, строительная компания должна рассчитать свои силы. Любые действия должны приводить к результату, к разрешению этой проблемы, но не заведению еще в больший тупик. А когда вы беретесь, что-то им говорите, они еще загораются сильнее и не делаете, вы нас еще в большее подставляете. Поймите меня правильно. Поэтому если вы уже беретесь, берите и добивайтесь результатов. Либо не беритесь. Потому что, знаете, как у вас в бизнесе говорится, давайте договоримся на берегу. Договорились? Заходите, работайте. Нет, коллеги, да не обижайтесь. Некоторые из дольщиков будто оказались заведомо обмануты. Как пример ЖК «Наутилус», который планировалось возвести на улице Красной. Сама по себе идея построить высотку в самом центре исторического Краснодара была сомнительна. Зеленая зона должна быть открыта для граждан, уверен губернатор. ЖК «Наутилус» у нас плановый срок сдачи дома должен был быть в 2004 году. Решение здесь может только одно. Решение в интересах города. Вот место, про которое вы говорите, оно сегодня нужно горожанам, а не тем, кто благополучно поселится в этом высотном доме рядом с главной площадью Кубани и рядом с мэрией. Зеленый массив. Я не смогу смотреть, да они. Я с вами абсолютно не согласен. И еще раз подчеркиваю, жители города, они мне не простят то, что я говорю одно, а делаю другое. Вот невзирая ни на какие там возмущения, я понимаю вас. Не место там этой высотки, но не место. С момента последней встречи прошло около двух месяцев и уже появились некоторые результаты. На объекты, которые раньше казались безнадежными, вот-вот начнет заходить техника. Дома, находящиеся в высокой степени готовности, будут достраивать при поддержке регионального бюджета. Уже подготовлены поправки в Краевой закон, который предусматривает выделение денег для завершения строительства. Так, на достройку проблемных объектов выделят полтора миллиарда рублей до три года. В случае принятия изменений в региональном законодательстве, уже в этом году субсидии получат четыре долгостроя. Это большой шаг для региона, ведь свои квартиры дождутся около 1200 человек. Форт Карасун. На сегодняшний день, с 1 июля, компания Инсити строительная подписала соглашение. С 1 числа они выходят на объект на достройку, не дожидаясь закона о компенсации. То есть, в последующем, пока все нормативные акты будут приняты, они берут на себя обязательство в ноябре-декабре завершить строительство и выйти на ввод в эксплуатацию данного объекта. Сегодня в реестре объектов незавершенного строительства числятся 40 инвестиционно-непривлекательных объектов. Инвесторам попросту невыгодно их достраивать. Но и здесь есть решение. Мерой поддержки обманутых дольщиков может стать создание государственной акционерной компании. Губернатор поручил проработать вопрос создания такой организации. Давайте исходить и опираться на собственный ресурс. А у нас только один ресурс – государственное акционерное общество. Все. Которые и потом еще 40 проблемных домов достроят. Ну а по-другому никак, еще подчеркиваю, проблему дольщиков мы не закроем. И чем быстрее вы акционерное общество начнете в рынок впустить, и быстрее оно станет рыночными механизмами действовать, тем быстрее оно будет рыночным, потому что объектов будет много. Все. Андрей Анатольевич, давайте, поручение прямо сейчас. Вот акционерное общество через месяц должно максимально работать. В решении проблем дольщиков подключены не только краевые власти, но и представители силовых структур. Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока люди не заселятся в свои квартиры. Яна Бузычкина, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар.